МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Художественная школа Десногорска – лучшая школа дополнительного образования Смоленщины. 19 марта глава администрации Вячеслав Владимирович Седунков продолжил ознакомительные обходы по образовательным учреждениям города. В сопровождении своего заместителя по социальным вопросам и председателя комитета по образованию он посетил школу номер 4. Директор образовательного учреждения Людмила Евгеньевна Гаврилова с большим гостеприимством встретила важных гостей. В начале обхода комиссия посетила кабинеты, в которых занимаются начальные классы. Вот все, что сделано в этом кабинете – это спонсорская помощь, родительская помощь. Я думаю, что это заслужило учителя. Я думаю, что благодарные родители для своего учителя сделали вот такой вот уютный кабинет. Сергей Ивановна, заслуженный учитель Российской Федерации. Работает по современным программам, дает хороший результат. Гордость школы номер 4 – компьютерный класс для учащихся начального звена, оснащенный ноутбуками. Ноутбуки поступили по программе модернизации, по рамках реализации ФБОС. Это компьютерный класс для начальной школы. А вот обустроить им все помогли родители. То есть проводку, щиток, все, что здесь сделано, все, что необходимо. Кстати, сделано правильно, без каких-то нарушений пожарной и электробезопасности. Это все сделало бы родители. Точно так же косметический ремонт, жалюзи, стенд. Обратите внимание. Ребенок сам может создать на этой программе культуры. Но мы ее еще как основательно не изучили, но изучаем. Это у нас электронный микроскоп. Но опять же, все своими руками. То есть дети приносят, да, либо мы покупаем, у нас ничего нет. То есть нам поступило оборудование, но без всяких программ. А где-то приносят? Ну вот они приносят, да, разные, где можно рассматривать микробы. То есть у них есть родители современные сейчас, поэтому мы смотрим. Что-то, если надо. Также здесь гордятся единственным лингофонным кабинетом и прекрасным отдельным кабинетом ОБЖ, в котором преподает основы жизнедеятельности молодой специалист и гордость школы Светлана Игоревна Прибыльнова. Минфекционирует голова, дети нажимают нос, искусственное дыхание делают, через платочек все-таки положено. А в какие помощи? Ну, искусственное мы с ними редко практикуем, потому что гигиенические требования все наблюдать еще хорошо. А первая помощь при остановке сердца, да, то есть вот рекордиальный удар, напрямую массаж сердца. И здесь у нас... Загарается, там не загорается, а стрелочка, она когда на интенсивность нажатия соответствует, она переходит в зеленую ячеечку. То есть если не справился, он... Если не справился, он просто, как говорил, не оживает. Комиссии были показаны и все шесть кабинетов, оснащенных видеонаблюдением. В школе номер 4 трудится сплоченный педагогический коллектив. О каждом своем учителе Людмила Евгеньевна рассказывает с большой гордостью. Ведь благодаря именно им эта школа является сегодня самой наполняемой. Ее посещают 865 человек. С этого года это образовательное учреждение вошло еще и в программу «Доступная среда». В учреждении уже ведутся работы по подготовке и реализации проекта. К крыльцу пристраивают пандус и переоборудуются туалетные комнаты. В школе будет организовано инклюзивное обучение для детей, инвалидов и ребят с ограниченными возможностями. Элементы реализации программы «Доступная среда». Значит, мы приобрели 9 вот таких парк. Это рабочее место инвалидов колясочника будет. Вот он сюда заедет, сядет. Значит, сейчас мы вот эту всю аппаратуру перенесем вот сюда, чтобы напротив него ноутбук. И есть ноутбук один я держу для того, чтобы если вдруг он появится, чтобы давать инвалиду, чтобы был тьютер, который будет переносить. Вот так вот начинается наша безбарьерная среда. У нас, например, есть дети в 2-й школе, которые девочка плохо слышит. Для нее специально дозволы сейчас закупаются аппаратуры. Вот и мы же тоже закупаем что в этой школе, да? Для слабо видящих, для слабо слышащих. То есть это не только что полез. Комиссия посетила актовые и спортивные залы образовательного учреждения, побывала во многих специальных кабинетах. За почти 27-летнюю деятельность у школы номер 4 немало достижений, но и накопилось немало вопросов, которые требуют участия именно администрации города. Требуют ремонта, вернее, замены в окно. Видите, насколько гнилые? Вот это кабинет информации. Мы даже открытие уже боимся от сильного ветра. Стекла, уже два стекла упало. Хорошо, что во внутренний двор не будет идти. Мы уже несколько лет планируем окно заменить, но и обещают, потом не дают. Видите, насколько нам это очень важно. В завершении обхода глава администрации подвел итоги ознакомительных рейдов по четырем школам города. В рамках плановых обходов учреждений города, в частности образовательных учреждений города, сегодня мы завершили обход учрежденных школ, завершили его в школе номер 4, пройдя при этом по порядку все наши школы. У всех школ совершенно разные достижения, совершенно разные увлечения в том или ином направлении, ну и, конечно же, совершенно разные трудности и проблемы. Способности тоже отмечены и у преподавателей, разные находности. И вот сегодня по четвертой школе хотелось бы отметить и внешнее оформление школьных аудиторий, очень много расписанных стен, очень активно взаимоотношения строят преподаватели с родительскими сообществами. Очень было приятно отметить, как много в кабинетах сделано при содействии родителей и шефов. Работа эта ни в коем случае не ведется к каким-то навязываниям. Здесь ведущая речь как раз о взаимодействии. В каждой школе у нас есть замечательные особенности. Первая школа у нас не зря первая, там очень много у нас инноваций рождается, в том числе в образовательном процессе. Вторая школа и четвертая у нас в этом году становятся школами инклюзивного образования, там мы реализуем программы доступной среды. Хотелось бы отметить третью школу как наиболее динамично заполняемую. Последние годы в ней стремительно растет количество учеников, что накладывает свои, конечно, задачи и обязанности на руководителя школы. В частности, в этом году уже понятно, что в сентябре третья школа ждет три первых класса, что для нее, в общем-то, является тоже удивительным. Последние годы там по одному набирали. 25 марта в Якимовическом сельском поселении состоялась торжественная церемония вручения медалей «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 46 юбилейных медалей нашли своих героев, которые пришли в этот день в Якимовическую школу-интернат. Собравшихся в зале представители старшего поколения, их детей и внуков, приветствовали исполняющий полномочия главы администрации муниципального образования Рословский район Валерий Владимирович Ильин, депутат Рословской районной думы Владимир Владимирович Макшанцев, специалисты производственной сферы и транспорта, системы образования Владимир Васильевич Иванов, Леонид Гилевич Коган, глава Якимовического сельского поселения Илья Иванович Филин, представители общественности и средств массовой информации. Дорогие наши ветераны, уважаемые жители села Якимович, от лица администрации муниципального образования Рословский район сердечно поздравляю вас с наступающим праздником, днем Великой Победы над фашистской Германией. Все дальше и дальше время относит от нас эти знаменательные даты. Но и через сто лет подвиг ваш, дорогие ветераны, бессмертный подвиг наших с вами бойцов, которые полегли на полях брани, будет оставаться нравственным ориентиром в наших сердцах. Поэтому в этот знаменательный день хочу пожелать вам, прежде всего, дорогие ветераны, это активного долголетия, здоровья, чтобы ваши родные и близкие постоянно заботились о вас, и вы чувствовали поддержку их и всех окружающих. Низкий вам поклон, чистого неба над головой. Всего в Якимовичском сельском поселении проживают более 90 человек, которые награждены юбилейной медалью 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. В администрации Якимовичского сельского поселения ежегодно проводятся акции к 9 мая и к 25 сентября. Одна из них – это вручение подарочных сертификатов на определенную сумму, где ветераны войны могут прийти в определенный магазин и получить товар на эту сумму. От администрации Якимовичского сельского поселения, от Совета депутатов Якимовичского сельского поселения мы поздравляем всех наших ветеранов с Великим праздником, с Днем Великой Победы над фашистской Германией. 20 марта волонтеры средней школы номер один Десногорска побывали в Якимовичской школе-интернате и показали театрализованное представление «Зубная щетка подруга Зуба», которое было организовано в рамках акции «70 добрых дел к 70-летию Великой Победы». Волонтерство – это наше любимое дело, которое очень хорошо развито, конечно, в первой школе. Я думаю, что наши волонтеры знакомы уже с жителем города и теперь уже стали хорошо знакомы Якимовичскому интернату, потому что добрые дела действительно совершаются они не за какое-то вознаграждение, а за простое слово спасибо. Юные актеры показали детям интересный и очень познавательный кукольный спектакль, из которого они узнали, как правильно ухаживать за зубами и познакомились с профессией стоматолога. Мы с ребятами на кружках организовали такую вот творческую работу, мы создали игрушки из картона, а также у нас есть кружок граффити, и там был нарисован этот плакат. Потом ребята его раскрашивали. Ребята школы-интерната с большим интересом смотрели представления, отвечали на вопросы и разгадывали загадки, а за правильные ответы получали призы. В этот день волонтеры привезли детям не только хорошее настроение, но и важные и нужные подарки – тетради, карандаши, средства личной гигиены. Ну и, конечно же, игрушки. Все это было собрано педагогами, детьми и родителями первой школы. Когда мы задумали эту акцию, было сделано объявление для наших школьников, в первую очередь для волонтеров, ну и для всех учащихся нашей школы, о том, что необходимо собрать помощь, необходимо собрать зубные щетки и канцелярские различные товары. Дети с радостью откликнулись, конечно, на этот призыв, но мы бы не смогли это сделать без помощи родителей. Конечно, хочется выразить огромную благодарность, огромное спасибо сказать родителям наших учащихся в том, что они помогли нам организовать данную акцию. Акция «Добрых дел» стартовала в школе номер один с февраля. За этот небольшой период ребята успели сделать немало добра, а помогают им в этом еще и очень важные и влиятельные люди нашего города. Вот, например, автобус для поездки в Якимовичи помог ребятам найти начальник цехобеспечивающих систем Смоленской атомной электростанции. Михаил Валентинович Дурманов, которого они очень благодарят. Самое главное, как говорят юные волонтеры, что этот день для детей школы-интерната запомнится добрым, веселым и светлым. Спасибо за то, что хорошее мероприятие, прекрасное даже очень, хорошие подарки. Наши дети в восторге, получили огромную массу удовольствий и получили заряд положительной энергии. Нашим детям необходимы такие мероприятия. И я думаю, что данная встреча будет не единственной встречей в наших стенах школы. Спасибо за частичку добра, которую вы подарили нашим детям. 25 марта в День работника культуры делегация Десногорска приняла участие в праздничных мероприятиях, проходивших в Смоленской областной филармонии. Представителей культуры и искусства Смоленщины с профессиональным праздником поздравили губернатор Алексей Владимирович Островский, заместитель председателя Смоленской областной думы Николай Николаевич Мартынов, начальник областного департамента культуры и туризма Ольга Ивановна Корсак, творческие коллективы Смоленска. Надо, конечно, стремиться в перспективе, чтобы работники культуры получали все больше и больше средств. Я вам этого желаю и будем совместно пробовать это делать. Спасибо всем за ваш труд. Всего самого доброго. По итогам работы сферы культуры и искусства в 2014 году труд лучших был отмечен почетными грамотами администрации Смоленской области, Смоленской областной думы, благодарственными письмами Смоленской областной думы и премиями администрации области. Десногорская художественная школа удостоена почетного звания «Лучшая школа дополнительного образования Смоленской области». Свидетельство было вручено директору школы Раисе Ивановне Широковой. Учащейся Десногорской художественной школы Екатерине Шугаровой назначена стипендия администрации Смоленской области «Юные таланты Смоленщины» на 2014-2015 учебный год. От души поздравляем! Гордость за свою школу, за своих преподавателей, за своих учеников. Ничто иное, как те чувства, которые переполняют всех нас, меня, наших учеников, наших гостей в этот торжественный день. Я поздравляю свою школу, я поздравляю всех коллег. Шугарова Катя, ученица нашей школы, которая уже пять лет ходит, учится и достойна этого звания, звания стипендиата «Юные таланты Смоленщины». Поздравляю Катю за это почетное звание, врученное ей сегодня в этой торжественной обстановке. Я очень счастлива, что мне выдали такой вот сертификат, что я действительно стипендиат Смоленской области. Для меня это было очень неожиданно. Как сказала Рейса Ивановна, я уже достаточно долго учусь в моей любимой художественной школе. Я очень благодарна за все своим учителям, Тарасенко Евгения Арсеньевна, за то, что она отдала мне столько знаний в этом ремесле художественном. Также Раисе Ивановне за эти замечательные уроки истории искусства и всей любимой художественной школе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова